В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Выйти из тени. Арендаторам жилья могут предоставить возможность получать налоговый вычет. Позитивный прогноз. Временный управляющий речного порта Уфа полагает, что организация может восстановить свою платежеспособность. И один из лучших. Уфимский марафон вошел в десятку самых популярных забегов России. Минстроя России и агентства по ипотечному жилищному кредитованию выступили с инициативой введения налогового вычета для граждан, которые снимают жилье и заключили официальные договоры найма. Соответствующий законопроект планируется подготовить в ближайшем будущем. Предполагается, что эта мера будет способствовать выводу рынка аренды жилья из тени. Согласно аналитике федеральных агентств недвижимости, на сегодняшний день в эконом-сегменте налоги платят не более 5% собственников, классом выше до 12%. По мнению экспертов, с нововведением также будет восстановлена справедливость, поскольку на сегодняшний день преимуществом налогового вычета могут воспользоваться только покупатели квартир. На наш взгляд и по итогам, так скажем, наблюдений за этим сегментом рынка недвижимости, а именно найм жилых помещений, могу сказать, что для рядовых граждан это практически не коснется, потому что могу смело говорить, что 9 из 10 сделок находятся в тени. Возможность восстановить платежеспособность речного порта Уфы существует. К такому выводу пришел временный управляющий организации. Итог следует из его отчета. Требования семи реестровых кредиторов порта оцениваются почти в 81 миллион рублей, а балансовая стоимость активов в 145 миллионов. Предприятие располагает достаточными средствами, чтобы оплатить судебные издержки и услуги арбитражного управляющего, пишет издание «Коммерсант». Напомню, что процедура наблюдения в порту началась в июне прошлого года по заявлению судоремонтно-судостроительного завода, который, как и порт, принадлежит Башкирскому речному пароходству, подконтрольному региональным властям. В 2015 год порт закончил с убытком в 40 миллионов рублей. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, и доллар, и евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 96 копеек и оценивается в 56 рублей 77 копеек. Европейская подешевела на рубль 27 копеек до 60 рублей 2 копеек. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в БКС-банке за 57,15. Отмечу, что кредитная организация может взимать комиссию до 3% за обменную операцию. Продажа в Телекоммерсбанке за 57,5 рублей. Наиболее выгодные предложения по покупке и продаже евро в БКС-банке за 60,55 и 60,99 копеек соответственно. Уфимский международный марафон замкнул десятку лучших в стране по числу финишировавших участников среди забегов, которые проводятся по городским улицам. На марафонской дистанции в Уфе в минувшем году финишировали 216 спортсменов. Отставание от девятого места в рейтинге составило всего 12 человек. Лучшим в стране в прошлом году по версии портала «Пробег» стал московский марафон, в котором финишировали почти 8 тысяч участников. На втором и третьем местах забеги в Санкт-Петербурге и Казани с показателями в 3,1 тысячи соответственно. Напомню, что уфимский международный марафон предполагает участникам на выбор 4 дистанции – 42,21,10 и семейный забег на 3 километра. Маршрут проходит по исторической части Уфы. Если брать чисто этот рейтинг, то да, войти в топ-7 лучших. Ну и вообще в идеале именно на марафонской дистанции нам бы хотелось удвоиться. Чтобы у нас было не чуть более 200 участников, а чуть более 500 участников конкретно на марафонской дистанции. И для этого мы проводим вот забеги в городе Сибай, чтобы по всей Башкирии, чтобы со всей Башкирии в итоге люди приехали в Уфу бежать. К этому часу вся информация. Увидимся в 14.30.